МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот раз при участии прессы. Чем удивили адвоката Марии Матузной, свидетели обвинения? Виктор Томенко вступит в должность в понедельник, 17 сентября. Об этом он рассказал на встрече в предвыборном штабе. О планах и первых шагах в нашем сюжете. Небольшой зал едва вмещает всех желающих. Поздравить Виктора Томенко собрались депутаты, известные в крае общественники и волонтеры. Не выспавшегося после ночи выборов, но довольного будущего губернатора встречают аплодисментами. Позади десятки встреч с жителями края и первые результаты, которых давно ждали в районах и не могли не заметить во всем регионе. Томенко было две недели назад в Славдане. В прошлый четверг, впервые за три года, вопрос двинулся, и 251 семья получила деньги. То есть, наверное, это очень важно. Надежды на нового главу края большие. Проблем в регионе немало. Низкие зарплаты, нехватка кадров в больницах, плохие дороги в районах. И этих решений ждут. Дополнительное предложение звучит и от депутатов. Работу над наказами подкрепить финансово. На реализацию этих мини-программ Томенко, сегментов Угловского, Ельцовского, Миногорского районов, один миллион на реализацию. И тогда мы уже в следующем году будем подводить итоги. Здесь надо пахать, рассказывал сам Томенко о том, какую оценку давал Владимир Путин, отправляя его на Алтай. Каратисты региона подарили полотенце. Вытирать пот со лба. С улыбкой и пахать легче. Сразу после встречи Томенко озвучивает журналистам первые шаги. Подготовка к отопительному сезону, завершение уборочной, принятие бюджета на 2019 год. Силы обещает направить на развитие социальной политики. Новые имена будущий губернатор пока не называет, но говорит, изменения будут. Я внесу предложение по изменению, количество заместителей и распределение нагрузки между ними, заместителей и председателя правительства. И сделаю это в течение нескольких недель. Пока не озвучен, но новые имена будут обязательно, конечно. Официально Виктор Томенко вступит в должность в следующий понедельник. Инаугурацию проведет полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. А пока фото на память и в путь. Евгения Даровская, Андрей Печоркин. Наши новости. Сегодня сторона обвинения вновь представила доказательство вины подсудимой. Очередное заседание по громкому делу Марии Матузной прошло в Барнауле. Напомним, девушку обвиняют в разжигании религиозной вражды и экстремизме за картинки мема, размещенной в интернете. За ходом заседания наблюдал Илья Кочетков. Были такие картинки про детей, негров, что были картинки про Христоса. Неприятные картинки были, потому что в моей семье так и принято. Дарья Паутова и Юлия Схоменко – свидетели обвинения. По их словам, осенью прошлого года к ним обратились сотрудники полиции и предложили стать понятыми. Уже в отделении на экране монитора открыли аккаунт социальной сети, принадлежащей обвиняемой, где и были размещены ставшие знаменитыми мемы. В ходе сегодняшнего заседания адвокат Марии так и не смог получить ответы на вопросы, которые непосредственно касаются национальности и религии. Все вопросы касаемо религии, касаемо, так скажем, афроамериканцев, они все были отклонены, то есть, которые задавал свидетелям. То есть, суд основывается о том, что это не относится к делу. То есть, отсюда возникает вопрос, что мы здесь вообще рассматриваем. Как бы то ни было, сторона обвинения высказалась. Следующее заседание назначено на 25 сентября. Ожидается, что именно тогда защита начнет представлять доказательства невиновности Матузной. В частности, по словам адвоката, к этому времени они планируют провести новую независимую экспертизу картинок-мемов, которые, надеются, докажут, что ничего предосудительного в них нет. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Обыски, изъятие документов и допросы должностных лиц. В администрации Бийска прошли следственные мероприятия по факту рейдерского захвата детской турбазы «Рассвет». По словам ее директора, бийские чиновники стерли объект с лица земли, а землю незаконно раздали первым лицам города. Сейчас на месте комплекса расположено несколько коттеджей. Подробности у Валентины Аскеровой. Выстояла в войну, пережила перестройку, стороной обошли лихие девяностые. Турбазу «Рассвет» построили в 30-е годы прошлого столетия. Она была сердцем города. Свежий воздух, река Бия, спортплощадки и турпоходы подростков к самым заповедным местам Алтая. На этом месте били фонтаны, цвели цветы и раздавались детские голоса. Находилась здесь детская турбаза «Рассвет». Ежегодно она принимала до 20 тысяч ребятишек со всей России. Теперь здесь гробовая тишина, а вместо райских кущ высятся коттеджи. Первые дома начали строить здесь в 2003-м, когда турбаза еще работала. И принадлежали они, по словам директора базы Анатолия Гловацкого, начальнику полиции, бывшему руководителю ГАИ, а также первым лицам администрации БИСКО, тоже бывшим. В 2005-м году, рассказывает директор лагеря, турбазу начали разорять. Цинично поджигались корпуса, цинично сжигалась турбаза, сносилась бульдозерами. Возмущения происходили. К работникам турбазы, к коллективу подходили и говорили, рот открой, баня сгорит. Это делали работники администрации, это делали работники полиции. Вот что страшно. По словам Гловацкого, решение о раздаче земель подписывали местные чиновники. Кто именно, пока тайна следствия. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. На днях в администрации БИСКО следователи совместно с сотрудниками ФСБ изъяли ряд документов, причастных к делу. Выемка документов, связанных с открытием уголовного дела в отношении должностных лиц. Действующий глава города Александр Студеникин прокомментировать ситуацию не смог. Александру Петровичу сейчас не до этого, ввиду того, что у него встреча с населением. Его заместитель рейдерский захват категорически не признает. Говорит, все по закону. Ни в одних документах, которые сегодня подтверждали бы право собственности детской турбазы рассвет на данной земельной участке, представленной не было. При выделении земельных участков данная территория была пустующая, заброшенная. А местные жители вспоминают, что до 2005 года, до принудительного сноса построек базы, территория здесь никогда не пустовала. В детстве там постоянно мы играли и в баскетбол, и в волейтбол. Здесь, во-первых, остался маленький такой промежуточек и на речку пройти. Только-только. И, наверное, и тот последний застроят скоро. А землю турбазы тем временем продолжают перепродавать. Некоторые участки за короткий срок обрели уже по четвертому хозяину. Горожане строят новые коттеджи, даже не подозревая, что купили кота в мешке. В ходе расследования была проведена экспертиза, которая подтвердила, что земля находится в бессрочном пользовании у турбазы. А это значит, что все иные постройки на ее территории незаконны. Я не проживаю здесь. Я строю здесь. У меня есть мои документы, которые мне город передал человеку, и я купил у четвертого человека. Я человек больной, нервный. Слушай, ты выключи камеру. Краевые СМИ уже неоднократно писали о незаконном захвате земель турбазы. Однако, по словам ее директора, следователи сейчас вплотную занялись этим делом. Чем завершится история, покажет время. Возможно, мы станем свидетелями развязки громкого дела, с которым были связаны высшие эшелоны власти Бийска. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ветется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Валентина Аскерова, Николай Шелго, Александр Антропов. Наши новости. Трубы есть, а газа нет. Жители микрорайона Вележановка, города Новолтайска, уже три года ждут, когда газопонабжение запустят. В июле наш телеканал рассказывал об этой проблеме. Тогда местные власти заявили, что голубое топливо придет максимум в августе. Но сроки вновь не были соблюдены. Анастасия Дороган продолжит. Вот эта колонка, она у нас нерабочая, видите. Плита и газ, ой, баллон. Все, вот на этом мы готовим. Утро, вечер, обед. Здесь мы вот и кушаем. Здесь это в деревянной летней кухне. А быть валенки, подключить плиту и становится теплее. Супруги Горожанкины – заложники ситуации. Когда узнали, что к осени газ все-таки запустят, освободили кухню, электроплиту, продали. Сразу же купили специальную газовую панель. Теперь она в углу, напротив коробки с котлом. Вот здесь прочерчено для котла. Вот эти дыры выведенные, это вот туда трубы пойдут. Здесь вот у нас счетчик, которому уже три года. И его нужно поменять. У него срок годности прошел. В свое время семья вложила в оборудование дома 70 тысяч рублей. И такие траты почти у двух тысяч жителей Вележановки. Газ они ждут, но на зиму вновь покупают дрова и уголь. Сейчас местные чиновники говорят, что причина столь длительного ожидания – недострою газораспределительной станции. Якобы слишком близко к опасному пункту. Люди недовольны, что местный глава не торопится отодвинуть объект. Я знаю, что там киргизы живут. Встает вопрос, а как же муниципальные власти разрешили там постройки эти произвести, когда они заселились. Мы будем разговаривать с собственником, мы будем приглашать его для того, чтобы решить этот вопрос для беспрепятственного дальнейшего эксплуатирования. Все документы подготовлены, акт ввода подготовлен. Он сегодня есть в наличии, но он направлен в Газпром для утверждения и формирования приказа на подачу природного газа. В Газпроме пока не комментируют ситуацию. Мы отправили запрос в компанию, чтобы узнать новые сроки запуска газопровода и причины промедления. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Ежегодно около 6 тысяч человек проходят лечение в наркологических стационарах края. Большая часть страдает хроническим алкоголизмом. Сегодня, во Всероссийский день трезвости, врачи еще раз обратили внимание на эту серьезную проблему. По словам главного нарколога края, в нашем регионе много зависимых от спиртного. Хотя врачи отмечают, что население стало реже употреблять всевозможные спиртные концентраты, например, боярышник или корвалол. При этом алкоголизм – болезнь непожилых людей. К сожалению, 30% мужчин трудоспособного возраста и 15% женщин трудоспособного возраста употребляют алкоголь в количествах, которые вредят их здоровью. И ведут к тяжелым последствиям, скажем так. По статистике, все чаще алкоголь употребляют подростки. Что самое страшное, отмечают специалисты. Многие первый глоток делают в компании родителей за праздничным столом. Медики, между тем, уверены, что чем позже человек попробует спиртное, тем больше шансов сохранить его здоровье. На протяжении многих лет не теряет своей актуальности еще одна проблема, с которой медики на 100% справиться не могут. Количество недоношенных детей в Алтайском крае не уменьшается. Из 30 тысяч младенцев полторы тысячи появляются на свет раньше срока. Как сохранить их жизнь и сделать ее полноценной, врачи планируют рассказывать молодым мамам в клиническом перинатальном центре. Сегодня здесь открылась школа Торопышки. В этом прозрачном боксе маленькая Виктория проведет еще несколько дней. Она появилась на свет пару недель назад, вторая дочка у мамы. Первый ребенок родился в срок. Молодая женщина, будучи беременной, и в этот раз чувствовала себя хорошо. Правильно питалась, отдыхала, но все произошло внезапно, говорит Оксана. Врачи посохраняли маленечко недельку, и вот мы родились 29,5 недель. Опасение было, что ребенок не выживет, конечно. Недоношенные дети – это проблема, с которой медики хотели бы, но не могут бороться. По словам главного врача клинического перинатального центра, на сегодняшний день нет способов профилактики ранних родов. Их невозможно и предугадать. Нет способов остановить эти преждевременные роды. Несмотря на большой арсенал фармацевтических препаратов, которые совершенствуются, на сегодняшний день мы обладаем только теми препаратами, которые позволяют приостановить этот процесс не на долгий период. В нашем крае два медицинских учреждения, в которых выхаживают недоношенных деток. От рождения до самой выписки. В клиническом перинатальном центре удалось подарить полноценную жизнь малютке, вес которой был всего 490 граммов. При этом врачи утверждают, что дети, рожденные с критически низкой массой тела, впоследствии могут быть инвалидами. Риски у них существуют, смотря какой срок гистации, какие были сопутствующие заболевания, потому что и легочная патология у них может быть, они и подвержены. Иммунная система у них очень чувствительная, они развиты. О том, что недоношенные дети не приговор, а факт, который ученые не могут объяснить, специалисты будут рассказывать молодым мамочкам. Сегодня в этом перинатальном центре для них открылась специализированная школа под названием «Терапышки». Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. В Крае будет прохладно и дождливо. В Камнино-Абиро, Упцовске и Заринске до 7 тепла, до 8 в Белокурихе. В Барнауле дождь, в северо-западный умеренный ветер. Ночью дождь и всего до 2 со знаком плюс, днем не выше 8. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok